Глядя на этого ребенка, сложно поверить, что она прошла через множество трудностей реабилитации, восстановлений. Виктория очень активная, веселая, радостная, она много читает, поэтому речь ее и уровень мышления находятся на весьма достойном уровне. Вы говорили, что с таким генетическим заболеванием можно ли ходить? Все можно. Нет ничего невозможного. Как мне говорила, мама, когда я не могла сделать, например, одну задачу, которую невозможно решить. Да, бывало такое. А мама меня поддерживала. Нет ничего невозможного. Хрустальная болезнь – хроническое явление, характеризующееся повышенной ломкостью костей. Для того, чтобы Вика могла себя чувствовать хорошо, а кости ее были укреплены, девочке приходится регулярно проходить дорогостоящее лечение, прерывать которое нельзя. Было трудно очень с прошлого года. После того, как мы попали в больницу, мы практически год не могли встать, поправиться так, как нужно. Но в результате мы вышли из кризиса. Позвонили опять в Москву, в ту клинику, где занимаются такими детьми. Сразу началось лечение. Нам собирали деньги. Кстати, спасибо большое всем людям, которые откликаются на такие моменты. Это действительно необходимо, потому что в нашем государстве по-другому очень тяжело лечить детей. Девиз семьи заключается в следующем – кто захочет, тот найдет сто возможностей, а кто не захочет – миллион причин. Поэтому и Виктория с раннего детства воспринималась как обычный ребенок. В два года она начала заниматься пением и добилась хороших результатов. Теперь Вика выступает в хоре мальчиков, потому что сама так хочет. Среди юношей разных возрастов это единственная маленькая принцесса. В репертуаре исполнителей классические произведения. Они поют на русском, на английском и на французском языках. Очаровательные фронты, очаровательные фронты минувших лет. Это только начало жизненного пути Виктории, но она уже наполнена большим количеством позитивных эмоций, грамот, дипломов и верой в то, что все невозможное возможно. Это изречение относится и к другим людям.